Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про Мэнни. Смотрите, какой красавчик. Откуда он к нам пришел в клинику, кто его мама и папа, кто им занимается, что лечим и что вообще с ним происходит. Какой красавчик! Слушайте дальше. Мэнни попал к нам в клинику практически год назад, это было прошлым летом. Попал он к нам очень странным путем. Его привезли на прием владельцы, то есть заводчики, которые разводят мэнкунов, как вы заметили, наш Мэнни Мэнгун. Привезли его на прием с жалобой на то, что он не ходит, хромает, вялый, он не кушал. Им нужно было заниматься, его нужно было обследовать и дальше разбираться, что же с ним делать. Как только владельцы поняли, что не смогут обеспечить финансово диагностику и лечение Мэнни, было принято решение от него отказаться. Владельцы подписали документы об отказе от животного в пользу клиники и, соответственно, дальше он уже перешел во владение клиники. То есть клиника стала и мамой, и папой, и братом, и сестрой. Таким образом, на момент поступления в клинику Мэнни был еще маленьким котенком, который нуждался в любви, заботе, но еще и диагностике и лечении. Было проведено комплексное обследование и осмотр животного, в ходе чего врачи выявили множественные прокусы по всему телу, следы борьбы со своими собратьями, предположительно. И также был обсемененный прокус в области локтевого сустава, что и обеспечило котику в дальнейшем абсцесс внутренней суставной. Рана была реоперирована трижды для того, чтобы подавить инфекцию внутри локтевого сустава Мэнни. В ходе длительного воспалительного процесса сустав потерял свою целостность, и из-за этого Мэнни практически потерял опороспособность на эту ножку. Спустя полугода после первого приема Мэнни было принято проводить четвертую операцию, для того, чтобы восстановить его опороспособность и упирать боль и хромоту из сустава. Повторная операция была назначена спустя полугода после перечного обследования, поэтому было принято решение о втором обследовании, в частности УЗИ сердца и анализе крови. В ходе выполнения УЗИ сердца и ЭКД было выявлено наследственное заболевание сердечных кошек ГКНП первой степени, то есть пока у нас еще не было никаких вторичных изменений, но предпосылки к ним были, и это следовало учитывать при даче наркоза. Операция была проведена успешно. К сожалению, Мэнни очень долго выходил из наркоза и стабилизировался ввиду своих кардиогенных изменений, то есть хорошо, что мы были к ним готовы и провели обследование предварительное. И сейчас Мэнни находится на реабилитации, у него было длительное ограничение подвижности. Кодик содержался исключительно в клетке, выпускать его начали только на третий месяц реабилитационного периода, и то только под наблюдением строгим врачей, медсестер и сотрудников клиники. Вся диагностика, лечение, уход за Мэнни были финансово обеспечены исключительно силами клиники. Вот так никому не нужный брошенный котенок стал замечательным членом семьи нашей большой ветеринарной команды.